Российское государство продолжает бороться с идеологией и движением Чайлдфри. Сталина Гуревич. Что значит пропаганда Чайлдфри? Кто-нибудь когда-то видел, чтобы кто-то орал в соцсетях и на площадях «Не рожайте детей»? Вы понимаете там, в Госдуме, какого монстра сейчас выпустите наружу? Дарья Сиренко. Что дальше? Налог на бездетность? Тюрьма за бесплодие? Ищем выкройки чипцов и красных плащей? Тесты на фертильность в некоторых регионах уже начались. А высокопоставленные чиновники с каждой трибуны вещают про репродуктивную мобилизацию и женский вклад в победу над коллективным Западом. Женщина ничего не должна государству. Хочет и может – рожает. Не хочет или не может – не рожает. В условиях войны и социальной необеспеченности рожать как-то хочется все меньше и меньше. Сами воюете – сами рожайте. Кирилл Шулика. Вопрос один. А если говорить, что в бедности рожать это как-то не очень, или говорить женщина, что как я вам рожу, если у меня муж на СВО, это сочтут пропагандой чайлд-фри или нет? Согласитесь же, вопрос тут есть. И у нас чайлд-фри – это именно такое, оно совсем не Запада пришло. То, что с Западом, маргинально даже в молодежной среде. Константин Гладков. Ничего не знаю насчет чайлд-фри. Желание иметь или не иметь детей – это сложное комплексное явление, связанное и с экономикой, и образованием, и политикой, и культурой, и глобальными процессами, и личными взглядами, и обществом. Это нельзя запретить или разрешить. Но если что и стоило бы запрещать, так это дикость. Маэстро. Окей. Запретили чайлд-фри. И дальше что? Дети начнут рожаться. Большинство переводит это слово, как детская картошка. Алексей Бершицкий. Вот думаю, закон о запрете пропаганды чайлд-фри не запретит ли стерилизацию котов? В общем, что это, если не пропаганда? Анатолий Несмеян. Что будут запрещать далее, конечно, интересно, но уже не очень. Вирус запретительства заразен, как лихорадка Денге. Да и заняться-то всяким народным избранникам особо все равно нечем. Развитие страны выброшено за ненадобностью, значит, остается только все запрещать. Может, следующим под запрет попадет веганство, может, феминизм. Какая в сущности разница? Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Слова Салтыкова Щедрина как нельзя лучше применимы к сегодняшней России. Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!